Шакра Молодой опасается за свою жизнь, и не осуществлял руководство бандитскую группу. Вор в законе Захарий Калашов, более известный как Шакра Молодой, дал показания по делу бывшего главы ГУМВИСП СКР Михаила Максименко, обвиняемого в получении взяток на сумму 550 тысяч долларов. Показания Калашова, которого называют вором в законе номер один, были озвучены в ходе заседания Мосгорсуда в виде выдержек из протоколов допросов адвокатом, представляющим интересы Михаила Максименко, сообщили в Российском агентстве правовой судебной информации. Руководство преступным миром я не осуществляю, у меня нет прозвища в преступном мире, сообщил Калашов следователю во время допроса. Также он заявил, что не знаком с арестованными по обвинению в получении от него взятки высокопоставленными сотрудниками СКРФ Михаилом Максименко и Денисом Никандровым. Этих людей я не знаю и не имею к этому никакого отношения, зачитала адвокат Максименко выдержку из протокола допроса Калашова. В настоящее время Захарий Калашов ожидает вынесения приговора по делу о вымогательстве. Ранее следствие планировало предъявить вору в законе обвинения в создании ОПС, однако в итоге всем подсудимым вменяют только Че. Три статья 163 УК РФ. Вымогательство шакры молодого в уголовном деле два преступных эпизода. Первый связан с вымогательством в 8 миллионов рублей владелицы ресторана «Элеменс» на улице Рочдельской Жанны Ким под контрольными Калашевучоповцами во главе с криминальным авторитетом Андреем Кочуйковым. Итальянец. На свою защиту Ким привлекла адвокатов из бюро диктатура закона во главе с экс-сотрудником КГБ СССР и Рубоп Эдуардом Буданцевым. В результате разборок у ресторана произошла перестрелка с двумя погибшими. Потерпевшим по второму эпизоду вымогательства является предприниматель Лев Гарамов. Фигурантами этого дела также является вице-президент Союза десантников России Батырбек Мурадов, который, согласно материалам следствия, фактически руководил аффилированным с шакры молодым Чопом защитник, замдиректора защитника, бывший сотрудник в СОР России Александр Голубев и охранники Алексей Максимов, Вадим Прохоров, Зелимхан Патев и Ян Сорокин. Все они были арестованы в 2016 году. Гособвинение запросило для Захария Калашова 10 лет заключения со штрафом в 700 тысяч рублей. Для Андрея Кочуйкова прокуроры требуют 9,5 года со штрафом в 500 тысяч рублей. Оглашение приговора в Никулинском районном суде назначено на 27 марта. Главу ГУМВИСП СКР Михаила Максименко, его заместителя Александра Ломоновой бывшего первого замначальника КСУ СКРФ по Москве Денису Никандрова арестовали летом 2016 года по обвинению в превышении полномочий и получении от шакра молодого взятки в размере 1 миллион долларов за содействие в освобождении Андрея Кочуйкова. Дело Максименко выделили в отдельное производство. Слушание по делу проходит в Мосгорсуде. Максименко инкриминирует получение двух взяток в особо крупном размере, ч. 6 статья 290 УК РФ. По версии следствия, бывший начальник ГУМВИСП СКР получил 500 тысяч долларов от бизнесмена Олега Шейха Метова и 50 тысяч долларов от предпринимателя Бадри Шенгелей. Между тем руководитель КСУ СКРФ по Москве генерал Александр Друманов, который 19 марта дал в суде показания в качестве свидетеля, заявил, что делом Захария Калашова следователя ФСБ фактически прикрывает отсутствие оснований для уголовных дел в отношении Михаила Максименко и других высокопоставленных офицеров ведомства. Продолжение следует... Продолжение следует...